Так, давайте я на берегу вам скажу, что совсем уж объективно у меня не получится оценить игру. Я застал выход Modern Warfare, то есть что первое. Я играл в неё месяцами и кайфовал, как и весь мир в общем-то. Я не меньше кайфовал от второй Modern Warfare, также играя в неё месяцами напролёт. Третья уже не зацепила. Видна была деградация. Не отсутствие развития, а именно спад качества. World at War про добрых русских и злых фашистов сейчас вспоминается с усмешкой. Позже поймёте почему, если ещё не поняли. В целом игра была неплохая, но качеством до серии Modern Warfare не дотягивало. Тогда это были ещё разные разработчики. Black Ops меня порадовал шикарным сюжетом про Виктора Резнова, который не был чем-то таким уж невообразимым, но поставлено всё было так, что дух захватывало. Второй Black Ops меня вообще не зацепил. Глянув одним глазом на Гостс и увидев, что теперь прогрессирует в серии только Фимос на пару системными требованиями на пустом месте, я плюнул на Call of Duty, тем более что тот же Battlefield уже на тот момент был совершенно ничем не хуже. Время шло, а конвейер и не думал останавливаться. Advanced Warfare, Black Ops 3, Infinity Warfare, World War 2, Black Ops 4 и вот новоявленный Modern Warfare. Отчего начали, тем на данный момент пока что закончили. Сразу замечу, что в слове «конвейер» изначально нет вообще ничего плохого. Если бы они делали шикарные качественные игры подряд, как смартфоны на конвейерной ленте, то кто бы при этом возмущался? Однако на качество серии давно уже положили большой-пребольшой болт. Modern Warfare 2019 года вышла спустя 12 лет после первой Modern Warfare и является, опять же, 12-й игрой в серии Modern Warfare. Изменилось ли хоть что-то в игре за прошедшие 12 лет? Нет. Совершенно ничего не изменилось. Всё осталось как прежде. Каждая игра представляет из себя постановочный тир, шикарное развлечение. Проблема в том, что если поначалу это ново, то потом приедается. А без хоть какой-то прогрессии это уже начинает вызывать отторжение. При анонсе каждой новой части разработчики уверяют нас о новом движке. Да, вот так вот. По их заверениям они каждой игре делали новый движок. Разумеется, как вы понимаете, системные требования сильно возросли, ибо суперграфика требует мощного железа, что в принципе логично. Ну и, конечно же, новые геймплейные возможности и шикарный сюжет. Это на картинке так. На деле всё оказывалось куда прозаичнее. Графика в лучшем случае оставалась на месте. В худшем и вовсе использовала текстуры и технологии самой первой Modern Warfare, пытаясь прикрыть это дизайном. К слову, очень даже неплохим поначалу. Новый движок? Да. Ну вы знаете. Ох уж мне эти новые движки, когда копируется всё, начиная от корневой механики, заканчивая анимационными рельсами, протоколами взаимодействия и даже багами. Ни о каком новом движке, разумеется, речи не шло. Но зато системные требования честно росли, как на дрожжах. В Ghosts, если мне память не изменяет, память как раз-таки игрокам изменяла. В том смысле, что из заявленного количества игра использовала максимум половину, но отказывалась запускаться, если того самого заявленного количества не было на борту вашего бога машины. Новый сюжет, как правило, представлял из себя очередных злых русских, которые прям как в шиих, изводишь, изводишь, побеждает нас, побеждает, а мы всё лезем и лезем, всё захватываем вокруг да взрываем, всем вредим, и никто нас не усмирит, кроме Капитана Прайса, конечно. Вот разве что про новые возможности.